Я хотел тебе сказать, что я очень по тебе скучал, а ты скучал по нашим офигенным движушкам Я очень скучал и сейчас скучаю уже, потому что ты улетишь вот-вот Залетел буквально на несколько часов в город Скучал и надеюсь сегодня сделать движ, потому что будет хороший у нас большой гость Очень большой гость Очень большой гость, поэтому сейчас надо собрать все силы Раннее утро, надо проснуться, выпить кофейка и забахать крутой подкаст Ну на кофеек у нас с тобой нет денег, но есть у меня для тебя отличная идея А точнее заменитель кофе и редбула Знаешь, что это такое? Нет, что это? Это Amina Energy от Optima Nutrition, от наших друзей Ага, так я же, это же вроде спортпит, а я вроде не спортсмен даже Нет-нет-нет, эта штучка работает и помогает не только профессиональным спортсменам, но и обычным людям Тебе нужно просто развести ее и выпить, и ты приведешь свою форму, свои мозги в отличное состояние А, круто, наверное, пойду я сделаю, а где взять, может, наши подписчики, которые хотят тоже проснуться? На самом деле у нас крутая акция, во-первых, мы оставим ссылку в описании Вы можете заказать этот продукт на сайте Optima Nutrition По ссылке, точнее, по промокоду Pankroshow у вас будет скидочка 10%, поэтому попробуйте, протестируйте И обязательно напишите свои отзывы, как вам зашел продукт или нет Тогда я пойду заварю и что? Нет, ты завари не только себе, но и мне, а большому гостю двойную порцию В общем, у нас был Егорыч с крутой историей про жизнь, развитие, становление Начальное становление профессионального спортсмена Был Федя с историей про европейский баскетбол с эмоциями И вот мы долго думали, кто же будет наш третий гость Нам нужен был кто-то из-за океана, тот, кто был в НБА, у кого есть Ты принес гайку? Нет Ты гайку не принес? Ну, он без гайки, но с гайкой Вот, это Тимофей, наш гость подкаста номер 3 Сегодня мы поговорим с Тимофеем насчет его карьеры в НБА Немножко зацепим нашу совместную игру в сборной Надо было попросить, наверное, тебе медаль принести, олимпийскую Да, медаль, гайку Медаль, гайка, все есть, да, вот такой бы упакованный был Сделал, в общем Да, мы в нашем непростом графике, особенно у Тима Он сейчас профессиональный спортсмен, действующий Вот, прорывается, мы тут сейчас сидели с ним, смеялись Старые динозавры еще бьются Старые динозавры еще бьются Да, Тим, в общем, сегодня мы будем говорить с тобой про карьеру в НБА Потому что, ну, я думаю, что у тебя было огромное количество интервью по поводу НБА Самая интересующая тема – это деньги Но нас на самом деле интересует другая ситуация, нас интересует ситуация организации Каково было тебе, когда ты поехал в Америку, как ты себя чувствовал, эмоции, конкуренция Потому что, ну, НБА – это другой уровень, НБА – это другое физическое состояние И вот эта вот трансформация тебя, спортсмена, который играл в Европе, да, Захинки И уехал туда, насколько тяжело это было В общем, сейчас пойдемте по твоей карьере Надеюсь, это будет интересно И так же интересно, ну, ты играл с многими колоритными, прикольными игроками Крутыми, необычными, неординарными И про Джиара, что ли? Именно, именно, именно Ты готовил для этого вопроса? Нет, я просто… У меня есть по одному вопрос, наверное, каждому, из-за которого я прихожу И здесь, конечно, у меня вопрос про Джиара То есть начинаем с Джиара, да, сразу? Очень меня персонаж этот интересует И, конечно, дальше вопрос, как это оказалось так, что человек неделю без футболки ходил Ну, это мы поговорим уже, наверное, дальше, да, чуть-чуть? Это постепенно будем об этом разговаривать? Да, 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 просто вкинул, так сказать Подожди, а Джиар, он был с тобой, получается, в Кливленде? И в Денвере Я про это хотел сказать, что он был и в Кливленде, и в Денвере То есть ты его изучил, ты можешь развернуто ответить на вопрос Слушай, ну, там, на самом деле, интересная история Я говорю, я когда в Денвере переезжал, и мне все говорят, боже мой, ты едешь, там же, там же Джиар, он же вообще, ты чего? Он там чуть-то, там, тиммейта своего, там, друга переехал на машине, там, что-то кому-то там пистолетом угрожал И я такой, боже мой, я такого, таких в моей жизни еще не было Ну, то есть я с Антоном играл, но это как бы новая жизнь, понимаешь? Вот И Я когда приехал, я ожидал от него увидеть все, что угодно Но ничего там такого В итоге Ну, есть там одна история, про которую я вам не расскажу, потому что, ну, наверное, лучше не рассказывать Опять эти истории Ты все время про эти истории говоришь Главное заинтересовать публику Не, ну, и на самом деле он был достаточно, ну, адекватный То есть я не увидел, ну, и я с ним хорошо общался постоянно То есть у меня хорошие взаимоотношения с ним были И, блин, я бы просто не поверил, что он мог кого-то переехать на машине или там задавить Ну, да, там печальная история, как бы там произошла, по-моему, авария была, да? Нет, я слышал какую-то, ну, я не знаю, сколько это правда Ну, чтобы вы понимали, я вообще баскетбол далек от баскетбола Ну, как все центровые Ну, как, подожди Не, в этом плане Ладно, подожди, я знаменитый баскетболист грузинский Это Антона, да, история Он вам ее обязательно, наверное, сегодня расскажет, да? Да? Ну, пожалуйста, может Да, давай начнем с нее С истории Это буквально Да Короче, Мазген говорит Сижу, говорит, где это было? Какой год? Это предыстория небольшая Я был в Нью-Йорке Ха-ха-ха Так сказать, работал Вот И, ну, было, так сказать, незадолго до подписания контракта с Нью-Йорком Вот, как раз это было Вот, ну, вот, собственно, это была история Потом уже я приехал к разбору Игра 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 Наверное, да, там написано в интернете Посмотрите, пожалуйста Короче Мозг Мозг приезжает и рассказано Ну, что там, ну, вот про Америку просто сидим, рассказывай И он говорит Блин, в Нью-Йорке же это было, да? А я пошел в русский ресторан Да, он говорит Я перехожу в Нью-Йорке в русский ресторан И ко мне, говорит, подходит, ну, знаменитый баскетболист Мы такие, кто, кто? Он такой Да вот не помню, как его И мы начинаем гадать Ну, он говорит, там, грузинский, да, ты, по-моему, сказал? Грузинский Я думаю, кто грузинский Зенба? Мы тут Ну, сидим, гадаем, реально, все гадаем Такой, говорит, так, 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 Владимир Степанович И мы просто все Ну, то есть он говорил про Владимира Степанию, но Ну, мозг был Владимир Степанович Ну, да Это было очень смешно Но это, чтобы понимали, какая примерно у нас атмосфера в сборной была Это такая история Тима Таких историй про меня тоже тысячи Где я там косячил, и меня не отпускали очень долго То есть там фишка в том, что ты как только провинился Это еще идет некоторый промежуток Пока следующий провинился Да, некоторый промежуток времени Владимир Степанович тебя преследует еще потом Ладно, Тим, мы Да, мы, значит, расскажи, наверное Во-первых, ты сказал, что ты был в Нью-Йорке и тренировался До подписания с Нью-Йорком, правильно? Ну, я вообще то ли это все в Америке провел И все тренировался я в Далласе там тренировался Ну, в Далласе мы тренировались вместе Да В какой-то год был, когда мы первый раз поехали Я не помню, ну, 2008 Восемь Когда? Восемь, да Восемь, наверное, восемь Да, в общем, девятый В девятый Да, в общем, в 2008, получается, мы Ну, я тогда поехал Как раз у меня был Я готовился в Далласе, чтобы поехать в летнюю лигу в Вегасе А Тим готовился просто Ну, мы ездили в Америку Это был, наверное, второй или третий Ну, мы второй или третий год Не, ну, на самом деле Тогда это только была тенденция Только развивалась Индивидуальных тренировок Ну, мне кажется, мы вообще первые там, кто уехал тренироваться за океан Вообще Ну, нет, ну, Федя говорит, что он там жил Он закончил, типа Ну, Федя, он в институте и куда-то Колледж Ну, в общем, фишка была в чем? Колледж У нас заканчивался сезон У нас заканчивался сезон И мы летели в Америку, в Даллас У нас был там тренер по баскетболу Тренер по качалке Тренер по йоге Мы туда с Тимом летали То есть мы Первый год вообще было Ты помнишь, когда нас полицейские остановили? Ну, это я просто за рулем был То есть мы, ну, чтобы понимали Наше знание английского было, ну, минимальное Да, наверное Ну, никакого не было английского Я слабый Ну, то есть Я вообще не мог разговаривать В общем, ну, прикиньте, да То есть мы, получается, там Молодые пацаны едем в Америку, в Даллас Чтобы тренироваться Не зная языка, но едем Что нам сказали, что там хороший тренер Он действительно был крутой Фест был очень крутой Да, да Он работал с Фестервинг Да Он работал с Даллас с Маверикс Как тренер по индивидуальной подготовке И мы приезжали в Даллас, чтобы потренироваться с ним Там уже была организована йога, качалка То есть все было расписано И вот мы приезжаем с Мазгеном вдвоем У нас, значит, обязательно были Обязательно были ноутбуки Потому что, ну, вечерами там мы могли немножечко это Поиграть в Counter-Strike Да, прорваться Да, да, мы же оба, да? Да, да, мы прорывались Ну, то есть Не, а эта история сейчас с Херстницей Америкой Помнишь, когда Да Да Когда мы играли в гип Как в Яролигу Это было сильно И у нас было тогда все хорошо Когда у нас очень хорошо финансово было Мы летали чертными рейсами И у нас получается Я, ты, Фриц и Дубовицкий Да Мы четвером Мы даже в самолете У нас все было Провода Хаб Мы выставили 4 компьютера На Монгуках И летели Я помню, на Финал 4 в Турин И летели Еврокубка Такого-то Финал 8 он был Там тогда было 8 команд В общем, мы летели в Турин И у нас просто Три часа, наверное, сколько-то Да Мы летели Ну, представляешь, да? То есть у нас получается чартер На чартере, значит, большой стол И мы два на два рубимся в Counter-Strike У нас реально был хаб протянут Карелла заходит такой Чьё вы тут А тренер как? Ну, он подохуел Ну, он Ну, в смысле Ну, он нормальный был То есть он Может он Ну, как ничто Не, он не ругался Но он такой Видно было, что он чуть-чуть удивился Что мы Ну, да, то есть потом В прогрессии Он говорит, меня не позвали Да, потом я тут недавно Видел Лазарев Попадоболос Интервью И он говорил, что Мы вот летали И мы играли в шахматы У нас там человек 6 играл А вот когда мы летали Мы в Counter-Strike Мы в Counter-Strike Да, играй Причем, ну, Мозген играл серьезно А мы с Фрицем были слабые Ну, и Витёк Дубин нормально Дубин хорошо, да, играл Согласен Вот Но мы, кстати, тогда надо сказать Должен, что мы проиграли в финале Литовас Ритас Это было, наверное Самое обидное Это Мы выигрывали там, наверное, минуту за три Наверное, у тебя только в 15 И проиграли То есть мы обыграли там, по-моему, Бильбао Обыграли Валенсию И еще кого-то И вот мы играли в финале И выигрывали И умудрились проиграть Окей, быстрый вопрос Что вот после таких поражений Ну, ты отходишь на следующий день Или там после матча Или ты еще неделю ходишь В голове гоняешь Как у вас Блин, ну, сколько у меня там поражений Я просто могу сравнивать там с поражениями Более большими И, конечно, от такого поражения Ну, отойти Ну, особенно, когда молодое Мне кажется, попроще Потому что такой еще Думаешь, что у тебя еще 15 лет Впереди карьера Ты еще что-то где-то выиграешь А когда тебе уже по тридцатку И ты проиграешь Тут ты, конечно, уже себя больше коришь Потому что И ты просто понимаешь Сколько ты вообще Отдаешь спорту времени Пока молодое Ты этого не понимаешь А когда ты взрослеешь Ты понимаешь Сколько ты отдаешь спорту Сколько ты отрываешься от семьи От детей От всего вообще В целом мира Там, с этими тренировками Со всем остальным То, конечно Ты себя потом долго коришь за то, что И самое смешное Ты всегда задаешь себе вопрос Мог ли я, блядь, еще что-то сделать Чтобы было лучше Вот И никогда на это ответа нет Ну там было очень близко То есть мы реально Во-первых У нас серьезная команда То есть они, получается Химки в этом году Угромендовались Получается они взяли Дельфина Горбогоса Паласио был Лампы был Лампа был Верьмень Ну у нас, короче, сумасшедшая Плюс там Практически все Русские были из сборной То есть был Фрицья Мозг Моргунов Шаба был туда или нет? Да, Шаба Вова, Дичок И Дубовийский То есть у нас серьезная бригада очень была И все было построено Ради победы в этом Еврокубке И все складывалось так, что мы должны были выиграть Не, ну мы реально их там всю игру внесли И... Да, причем Литова Саритас тренировал знаешь кто? Куркинатис То есть у нас выиграл Он выиграл С местными игроками И у него был Американец Чак Эйтсон Помнишь? Воникс играл Леворукий такой Потом и после Литова Саритас подписал Большой контракт Вот он Много форбоский болл Знаешь? Так много форбоский болл Это понятно, что я не... Не, я просто помню на самом деле почему мы проиграли Но не буду Это просить А то Антонов просто еще подкаст записывал Да Я тоже помню Что в общем история такая Что у нас Один из наших участников коллектива Сообщил о своем бонусе То есть у него был бонус за первое место в контракте Понимаешь, да? То есть финальная игра И он такой типа У меня бонус там Но я не помню цифры кстати Сто еще бонус Я не помню ни бонус Я еще помню просто там Непосредственно на игре там Что было когда и там Ну ладно, это все Это история Ну короче, в общем Все не случайно Вот Ладно, Тим Значит История вообще Вокруг того, что мы играли в Counter-Strike самолет Да Мы рубились в Control И это было конечно очень интересно А изначальная история то, что вы поехали вдвоем в Америку Да Тренироваться и играть в Counter-Strike Да, короче Нет, в Counter-Strike мы рубились все время А значит Америка Да Еще старинные Ты помнишь старинные эти GPS Навигации Да, да Вот эти Garmin огромные Или Tom Tom Как они назывались Да, значит Старинные эти GPS навигации А мы знаем только точку А и точку Б То есть ты там вводишь Вбиваешь там тебя в Далласе Ты по этому highway Надо где-то сворачивать было Да, 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 да И в общем одна из историй Мы с Мосгеном едем И раз сзади нас, короче, люстра Сложно назвать ездой, наверное Летите Нет, ну я когда Мосген был Во-первых, мы приехали сразу Вместо нормальной машины какой-нибудь нормальной Мы какую Мустанги Ну, как все туристы, которые в Америку приезжали И взяли самую пижонскую машину Да Я просто, ну, после этого уже прожил там 10 лет в Америке Я просто понимаю Я туристы сразу вижу Это Chevrolet Camaro Форт Мустанги Вот эти все Вот это все туристы Ну, тогда это было как бы Мы такие Че, че, че Ну, заходим там уже Ну, это аренда кармы Какие цены там Ну, там, говорят, вот это мы Пошло И все Да, короче, мы, значит, едем Мы едем В итоге мы едем на тренировку Или с тренировки, неважно Раз сзади люстра Нас полиция тормозит И Мосген, по-моему, то ли хотел выйти Ну, короче, как в России Ты же как раньше У тебя останавливают Ты выходишь типа документы Там Не сидеть в машине мы Быстро А у нас эти русские права Мы, короче Я сижу, думаю Куда там? Он нам типа говорит Руки на руль Типа руки на этом раз Мы еще не понимаем половину То есть, знаешь, он еще быстро разговаривает Да, они же там быстро Ну, они даже не откуда не знаешь, что мы из России Там эти права дали, помнишь Ну, мы откуда Мы из России Из России Типа что А я понял, почему остановила Ну, потому что Значит Я знал уже тогда, что В Америке Направо можно поворачивать На красный На красный Вот Но как бы Но не понимал в какой момент Нет, я понимал примерно Но просто кто-то стоял и не поворачивал И я просто объехал и повернул И он увидел, что я вообще там с дальнего ряда направо поворачиваю Вот И он у нас поэтому остановил Да, может быть А ты помнишь, что там же есть у них реально То есть, ты по этому хайвее едешь И, допустим, стоит колонна поворачивает направо И нет ни одного человека, который там, допустим, со второго ряда повернет То есть Появились те Очень Это очень Прям вообще очень большая ряда Да, то есть там все там есть Я Ну, сейчас Нету, но когда я там, это большая ряда Или там помнишь, когда там едешь Там какой-то специальный ряд был для людей Там с детьми Нет, это карпул линия Там, да, в Лос-Анджелесе Особо популярно Это если ты, допустим, с утра Ну и вообще весь день это работает В машине должно быть два или более человека находиться Чтоб ты мог этой линией воспользоваться Ого А если ты один, то это штраф, по-моему, 480 Нет, сколько 240 долларов Что-то такое А единого человека можно посадить? Вот буквально историю читал на днях Чувак посадил скелета, одел его в куди Его тормознули и он заплатил штраф Вот Потому что Думал прокатит, что ли? Думал прокатит, да Но это фишка в том, что, допустим, с утра народ объединялся Если на работу кому-то ехали вместе Чтобы они там по два, по три человека в машину садились И, собственно, разгружали пробки И, как правило, эта линия, она чуть быстрее едет, чем остальные Слушай, ну ты помнишь вообще эти наши первые тренировки там в Далласе? Как это все было? Ой, слушай, я вообще, ну, я плохо помню Я просто помню, с нами был этот Ян Тренировался Да, мои И с нами Алекса Аджинси В Москве там хорошие клиенты были Не, я просто помню одно упражнение Мне очень тяжело было Я просто помню одно упражнение, когда Когда я убежал просто Все, я выиграл Давай, расскажи, я не помню А я не помню Ну, там вообще такое упражнение было Мы вообще начали играть два на два Мы с Антоном, да, по-моему, были Да Против двух других ребят Ну, и нам надо было играть, по-моему, на всю площадку Но история в том, что нужно подобрать Надо было тренеру отдать мяч в центр поля Да И потом как бы перейти Ну, понял, через пас То есть ты пас отдал? Да Просто убежал там кольцо оторвало Ну, все, победили Ему, молодец, ты Красавец Слушай, давайте, расскажи мне Значит, получается Мы все тут про подготовку Подготавливаем к твоему первому шагу Я знаю всю историю там Как все произошло с подписанием с Нью-Йорком и так далее Давай, расскажи мне твои первые впечатления Ну, ты приезжаешь в Нью-Йорк И тебя, ну, первым делом куда? Ты нашел жилье или на базу? Как это? Ну, до конца не верил Я не знаю почему Я никогда не... Ну, то есть мне казалось, что это не со мной происходит То есть даже после того, как ты поставил подпись? Так получилось, я просто подписал контракт в Лас-Вегасе И почему-то летел обратно домой в Москву Через Нью-Йорк, а не через Лос-Анджелес Ну, что как бы непонятно Я не помню почему Вот Я прилетаю все в Нью-Йорк Прошло там два дня после подписания Я прилетаю в Нью-Йорк уже И У меня там было там пять-шесть часов на пересадку Я засиделся в гостиницу Поспал Я просыпаюсь И мне там двадцать пропущенных звонков Срочно что-то Контракт Что-то Лига не отдал Ну, что-то такое Я помню Мне надо что-то подписать Переподписать В итоге я там какую-то еще бумажку подписал И все сработало Но я просто думаю Бля, ну неужели нет Вроде живота на счастье было И неужели мне его сейчас заберут Но там у них с этим вопросов нет У них если вот допустим Поэтому уже сказал Помнишь был Когда он договорился На словах Сдалось подписание Потом отказался Ну, потому что это на самом деле Дома заперли? Да Потому что это реально Большая проблема была Там народ не обманывает То есть мы договорились с тобой Что мы подписали контракт И его еще нет на бумаге Это не значит Он уже как бы есть Ну, там соответственно На медосмотр просто про эти технические детали Вот Поэтому, конечно Это была большая Я поэтому боялся Но мне как сказали Ты не переживай Здесь так не работает Здесь типа ты Отвечаю 8 Да, да Но я все равно переживу Так, окей Ты подписываешь эту бумажку Летишь домой Да Чудо мой Да, приезжаю в сборную Как раз Вот там Через сколько недель Может сразу Я не помню Начинаем тренироваться А ты уже Рассказал Пацанам Что ты подписал в НБА А все узнали Там же сразу Все узнали В сборной там В смысле Там информационная Там же нет этого Что там скрывается Знаешь То есть он подписал Да, да Там сразу Как сборная Это начался уже сразу троллинг какой-то Да, ты что Я вообще тут приехал Там началось С меня не слезали Прям все лето Что это Завидывали Завидывали Я там летел Раньше У меня там три чемодана Два медицинских чего-то Ну все пять Вот для того чтобы Когда ты летишь Играть в НБА Сколько ты взял с собой вещей Слушай Я тогда немного взял вещей Тогда чемодан на два взял Жена может побольше взяла Чемоданов Но во-первых Мы сразу узнали Что мы все купим В Америке Потому что тогда особенно Сейчас уже может быть не так А раньше все ехали Если в Америку едешь Туда едешь пустой Оттуда закупаешь С чемоданами И улетаешь А вообще по опыту Я скажу Что у нас каждый год С супругой Прибавляться чемодан Ну то есть мы сейчас летаем Просто я не знаю У нас с чемоданов КамАЗ не влазит Ну реально Ну где два чемодана Зал с собой еще Два скромненьких Чемоданов Окей Вы прилетаете в Нью-Йорк Тебя встречают Ну да Давай даже Вот Встречает человек Или вы уже нашли квартиру Встречает водитель Встречает водитель с табличкой Мозгов Все дела Типа Вилли Типа Вилли Да Вилли Свяжитесь с нами А я свяжел Свяжитесь с нами Я еще на самолете летел Да 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 Все У нас довезли Мы остановились в гостинице И По-моему Мы с первого раза квартиру нашли То есть мы Недолго ездили То есть допустим Потом когда я в Денвер меня обменяли Или там в Климлин Потом мы квартиру не могли сразу найти хорошую А тут получилось Это значит был Ридц Отель И получается было три башни Значит одна это как бы квартиры Потом в центре сама гостиница И третий как апартамент Я не знаю Да Как апартамент И вот мы сняли гостиницу Ну в Ридце прям Ну очень удобно там парковка Все вообще там Зал был далеко Потому что я знаю что Мы когда были в Нью-Йорке Мы даже У нас был вариант выехать из аэропорта Мы отправили там со сборной Посмотрели город И мы не стали доведен Потому что там страшные пробки были Ну во-первых смотри Мы жили не в городе Мы жили в такой местечке Там где собственно и зал находится И из-за этого у нас часто в Нью-Йорке Не было утренних тренировок Перед игрой Потому что потом то надо было ехать Обратно Ну в город да И туда-сюда В общем Поэтому молодые конечно приходили Там в поселке Будем так называть Ну в этом местечке Они там приходили Бросали А потом ехали А старики просто даже не приезжали С утра И ехали сразу Ну ветераны Сразу на игру А ты к какой когорте относился? Я чуть-чуть сломал систему Потому что я вообще там Не ездил ни на какие-то игр А не просто молодые Они потом еще допустим Если даже там бывало Им говорил там тренер Не приходите Они приходили пораньше Перед игрой За три часа могли прийти И там часто не роваться На площадке Я в общем один раз прихожу В игровой зал Мне не прихожу И у нас У меня как раз Самые были новички Это был Энди Раутинс И Лендри Филдс По-моему так их звали Ты меня удивляешь Слушай Ну я сам иногда себе удивляюсь Да Вот И я захожу И они просто Прям сплотные А еще был этот Сын Патрика Юинга Назовем его Юинь Младший Младший Вот И я смотрю Они все Прям потные Зашли Ну что вы делали Транировались Я говорю Ничего себе Ну вообще так Все время Ну а там то Не две игры в неделю А десять Ну грубо говоря Там ты постоянно И часто Каждую игру Я такой А почему Ну чьи там Нам надо тренироваться Мы не играем И я такой Угу Классно Я вроде тоже не играл И вроде тоже новичок Но почему-то Я не знаю Ну Мне никто не говорил Я пока сам не узнал Мне никто не сказал Не знаю Может быть я где-то там пропустил Тренер что-то объявлял на английском Или что-то Я не знал Я просто узнал Что они там Через месяц Столько они фигачатся Вовсю Я уже сказал Что надо делать вот так Что молодые тренируются Что надо делать так Ну то же самое было и с вещами Когда разносят вещи Знаешь там Ну в разных клубах по-разному Допустим Некоторые Экипные менеджеры Они боятся Отдавать игрокам Потому что Потом с них спросят Форму То есть ты с утра Просыпаешься Открываешь Дверь В гостинице И там мешочек И у тебя лежит мешочек С вещами Кроссовками Некоторые сами раздавали Потому что Боялись Что игроки Ну Потеряют Забудут Да Ну и вот Прилетаем Я ухожу Смотрю Эти идут с тележкой В коридоре Типа пакеты раскладывают Что вы делаете Это уже Как раз Перед самым трейдом Практически было Уже там Я полсезона провел Ну да Получается Мы раскладываем вещи И говорю Почему Ну типа Мы новички Типа один день Я День он раскладывает Другой День он раскладывает Или там вечером я Утром он Я говорю Ммм Классно Давайте ребят Раскладывайте дальше Молодцы Это новички да были? Это новички были Как я Хорошо Скажи мне По дедовщине Я знаю что все новички что-то делают Да Первый год Нет Мне повезло Значит В целом Ничего там Делать У нас не было Жесткой дедовщины У нас Пончики Рюкзак Вот этого не было Нам надо было Подать полотенце После игры После тренировки Всем Подождать Вот Воду в автобус Принести какую-то Ну Которую я тоже не носил Они наверное Отстали тебя Все равно на английском Так и было Мы сидим в автобусе Мы должны были ехать В аэропорт От нашей базы Тренировочной Мы сидим в автобусе Я сижу Эти все молодые сидят Заходят там Мерседемайер А он для меня там Мерседемайер 100 миллионов контрактов Пописал Ну просто И он говорит Типа Руки Типа За водой Сходите Ну я на тот момент уже Мне кажется понял Что он хотел от меня И эти вдвоем встают И за водой Я у меня такой говорю Мози Надо за водой Молодые Новички Типа За водой идут А воды Да Я тоже буду воду Да Вот такой Типа 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 Сиди Слушай Ну я помню что ты мне рассказывал про Амари Что он был реально физически супер одаренный Слушай В то время Я помню Мы как раз разговаривали Он говорит что Этот был супер атлет Конечно ему Наверное в скеле не хватало Левой руки Чуть-чуть Вот Но Я таких людей конечно Ну редко встречал Если честно Ну знаешь приезжают там Американцы некоторые Которые там не тренируются И ты думаешь Боже мой Ну насколько можно физикой такая быть У него там и пресс И плечи И он прыгает И бегает И вообще там Не тренировался в месяц Приходит всех перебегивает Вот И это вот такие приезжают В Россию к нам играть А представь это Там Человек Который там еще Круче всех Ну вот он реально был В этом плане очень крутой Он прям считает Крепкий здоровый был И туда И туда И туда засовывался Да он еще правой рукой Он еще так мяч брал Как будто вот так Теннисный Хорошо А Вы сняли квартиру Первое Появление Не знаю В офисе В тренинг В центре Как это вот Ну Ты приходишь Тебя Там встречает команда Или Ну Что Для тебя было Сначала все еще не понимали Кто я Почему Белый парень Из Европы Это сейчас там белого парня из Европы Мне кажется Ну Могу побоеваться Да Это вообще Тем более я не задрафтованный Откуда я взялся Кто Каким вообще образом Я там оказался Ну понимаешь Ты знаешь обычно там драфт какой-то Да там вот Возьмите Портингеса Когда я его Драфтовал в Нью-Йорк Там такая история была Да А я просто без драфта взял Пришел Народ вообще не понимал Что происходит Вот Ну В раздевалке Мне поспокойнее было У меня Гринарий рядом сидел Он уже там Второй год был По-моему Как раз Когда я пришел И вот он как-то Имя Данилка Да Вот И Я честно не помню В офисе Я просто помню Когда зашел на базу Мне когда начали показывать Типа вот здесь у нас столовая Вот здесь у нас Повар готовит еду Вот ты можешь здесь Позавтракать Потом по станировке Можешь пообедать Там кофе машина Ну там Гитарейды везде Знаешь И все Значит тут у нас Офис с одеждой Приходишь Нужен костюм спортивный Пришел Мне костюм нужен Спортивный Вот То есть я там Приходил Говорю Мне Папе костюм нужен Сколько Рост Два метра На Ты помни Когда вы первый раз Гитарейды увидели Гитарейды В сумку Ну понял Ну ты же не понимаешь Что это такое То есть у тебя Это реально такое было Нонсенс А это все было в доступе Этого много Да Вот это как раз интересно Да Было После химок Еще как бы Немного Скажем развито Что в России Ты приезжаешь туда Там тебе да Любые костюмы Все для баскетбола Ну Антон знает Прекрасно Что у меня даже Ну период в химках Он на самом деле Не такой длинный Получился в целом То есть я Еще вот этот большой баскетбол Профессиональный Сам по себе Еще толком даже Только начал видеть И туда сразу попал Перепрыгнул То есть я там У меня там не было В ЦСКА Там вот как Антон Сколько там лет Ну там И некоторые ребята Я так получилось Сразу со второй команды В Химке в первую И раз И туда сразу И я как бы в целом Ничего не видел По большому счету И туда приехал вообще Но у них то есть Огромный да Тренировочный центр Значит база была Огромная тренировочная Там еще и женщины Это Либерти Нью-Йорк Либерти И хоккейные рейнджерс Они же по-моему Одному они принадлежат Или нет Это огромная база То есть там у нас Свои залы У них свои залы Там кухня огромная Там стоянка Парковки Там все Очень круто было Огромный центр А меня еще интересующий вопрос Ты приходишь У тебя Сколько пар кроссовок Дают Или тебе говорят Любые какие Как это вообще происходит Ну я конечно не одевал Там Но новую пару кроссовок Как вот допустим Либро На каждую игру Одевают новые кроссовки Смотри Ты первый о нем заговорил А мы даже не вкидывали Но я Не я просто сравнил Что вот Некоторые ребята одевают Но они продают эти кроссовки Поэтому им надо разные расцветки Одевать Ну это да Вот А в целом Как работает На сезон Допустим Nike или Adidas Выпускает На первую половину сезона Допустим Hyperdunky И еще там 2 или 3 модели Каких-то кроссовок Ну вот самые вот допустим Которые потом все носят И он их впуливает в команду То есть там Ты допустим Оранжевая команда У тебя оранжевых Синих там за Нью-Йорк Есть там команда Феникс Там какие там Феникса цветом Ну И он тебе их просто присылает Менеджер И менеджер тебе и говорит Хочешь ты Новые кроссовки Ну конечно он тебе даст Но нет смысла в этом Новые кроссовки Вот Потом Допустим Вот я из Бруклина уезжал Как раз эти Hyperdunky были Какие там Мне они прям вообще И я ему говорю Слушай все что есть Мое 74 его размера Все что есть Да И он мне просто там Три или четыре коробки Пар 10 наверное 15 прислал У меня до сих пор В Лос-Анджелесе лежат Вот я Если вы видели Я в Hyperdunky Это все оттуда До сих пор У меня лежат В полочке Удобные кроссовки Мне недолго Осталось бегать Я думаю Мне на мой век Скажи пожалуйста Динозавр Первое Да Попал Зашел Ты Вы будете смеяться Но я же Ну вообще Вдалек от всего Я даже не знал Что это там реально Какая-то крутая арена Легендарная Для меня ну просто Это просто Зальчик Да Зальчик какой-то Ну не просто Зальчик Скверган Да Мне дали сразу играть И у меня вроде начало получаться Но я не знаю Я перегорел Или что со мной было Но я не совсем был готов И я вот Когда начался сезон Я такой Ну и как бы Поздался И Ну он тренировка Фигачил И он Ну я отыграл Наверное сколько игр Подожди А в Нью-Йорке Кто были большие Пятые Пятыми кто играл Был Тюряв Пятый номер Был у нас еще Садемайер Много с пятого играл Потому что мы же были у Дэнтони Он уже любил как раз Низкий четвертый Вот поэтому Кто-то и кто-то еще Я не помню сейчас Надо посмотреть будет Кэмби нет? Нет Нет Уже его не было Но Тюряв еще тогда хороший был Тогда он еще прыгал Да Ну и вот Я начал А потом бах И сдулся И он меня на баню отправил И вообще понял Ну на баню отправил Даже не дал какого-то шанса Я десять игр Ни одной секунды короче не сыграл Ага Я там домой ехал Психовал Вот Ну и тут Он что-то травм получает Что-то там Составов беда И мы играли по-моему В Детройт И он мне такой Иди Вышел Ну и короче я там что-то там Двадцать или шестнадцать Плюс там что-то подборы Сколько ты делал Ну классно сыграл Первый матч получается Да Ну не первый матч Ну Короче я не играл Вообще десять Десять игр Ну для меня это много десять игр Я понимаю что там по НБА меркам Это еще ну не так много Для меня как европейцы Десять игр это полсезона Представляешь как просидел Ну на самом деле в месяц пошел Ну там сколько Знаешь Ну да Там мы играли в игре Да И я короче вышел Хорошо отыграл И мне там все скандировали МВП МВП Слушай а ну Дэнтони Он Ну по мне вот я смотрел Он вообще беззащитный тренер Только атака Только быстрая игра Да Да Идея Самая печальная У нас была одна игра Которую мы по-моему Проиграли Когда мы выигрывали там Двадцать очков За пять-шесть минут до конца Ну В Европе это понятно Стопроцентная победа Ну да Но в Америке блин Я такой еще думаю Ну послушайте чуть-чуть Что там осталось Ну и все У нас такой был Тони Даглас Там этот парнишка Да Хороший Наверное Первый номер Маленький да такой был Помнишь да такой Да Он там разгонялся туда И короче все Его не остановились И он раз летит Там И вся команда туда летит Я думаю Что мы делаем Я вроде в баскетболе Так сильно не разбираюсь Но я понимаю что надо Чуть-чуть тормознуть Ага Они просто прилетают Мажут эту трешку Нам обратно прилетает И тренер кричит Давайте вперед Бежать Агрессивно Ну куда сейчас-то бежать Агрессивно Ну игры уже все в кармане Оставайтесь чуть-чуть Две атаки подсушите Уже там четыре минуты останется И все Нет бегут Обратно получают И слили Да я помню Мы короче играли в этом Когда я был в Тревиза Этот Лагерь европейский Ну когда приезжают Скауты И много Много главных С NBA И они там Ну берут команды И ты играешь И вот такая же ситуация Мы типа ведем За две минуты десять очков Я вывожу мяч Ну и понимаешь Что там быстро и не нужно Я спокойно развернулся Отстучал там 15 секунд Понял Понял Так и слушай Дальше Мы забили не забили Пауза У меня Замена Пострелю мне меня И говорит А то нам это не надо Я думаю как ты две минуты плюс десять Ну типа Ну понял да То есть я бы все спокойно держал А там две атаки сыграл И все Выиграл восемь очков И закончили Он не говорит Это не надо нас здесь Я думаю Я понял Ну ну Я понял Он который был с нами Он который Злок В реале Сейчас Да Но он тогда был Не пятый Он больше Третий Четвертый Мы первый раз увидели Я просто смотрю Думаю Чего Я приехал туда И у меня просто Первый тренировок У меня еще не было Все летают Вот так вот По поясу Подбор Все там добавляют Что-то разгоняются Забивают И я там что-то не могу Знаешь Ни позицию не занять Ничего Какая-то вот такая вот Растельность У меня просто первые несколько тренировок У меня такое ощущение было Куда я приехал Вот реально все Ну На высший этажом играют Вот реально Типа не здесь вот где мы играем А вот выше Ну Ну Чтоб мяч забрать Надо выше прыгать вот на стол Ну грубо говоря Ну как Ну как они это делают Ну Как Подбился Ну Федя помнишь Он тоже рассказывал Он говорит что приезжаешь в начале И тебе кажется что блин ну что это такое То есть Очень быстро Очень высоко Вот ты играешь в Европе У тебя тут все вот Лицо видишь Плечи вот ты видишь А тут ты оба И ты только жопу там видишь Чеми-то Понял Или колени прям вообще То есть там вот какая-то такая история А где люди А Касаемо допустим Количество персонала Да В том же самом Нью-Йорке Ну я так понимаю Что это какой-то огромный да Состав вообще Всех-всех людей Ну считай летает команда Человек 15 Летает Тренеров 10 Там помощников Тренеров И летает еще же Кто Радио ведет Два человека Кто Личный Ну там Репортер Короче еще наверное Человек 30 летит просто Вот Хвостом за командой Разные Радио Не знаю То чем занимается Ну короче Ну тик там самолет Человек 60 50 летает На каждый Вау То есть не 15 Как у нас А человек 50 летает И ну понятно У вас частный Да Борт свой Короче я так помню Что вообще у всей лиги У нее был контракт С Дельтой Самолеты были Личные У Портленда У Далласа И по-моему Все Это вот прям личные Свои самолеты Там с расцветкой Ну то есть там А в целом Там я так помню Было там 10 может Этих самолетов На всю Ну на всю лигу Ну они видно как-то Их Распределяли Вот И да Ну просто Большой чарпер На самолет огромный То есть не вот маленький Такой чарпер А не переоборудованный Или вот Да То есть ты садишься вот так Ноги вытянули То есть я вот так садился И вот доставал Вот так если сидел До следующего сиденья Вот ногами То есть вот так я сидел И таких получается был класс для игроков 16 мест Потом класс для тренеров 8 мест Потом по-моему еще один такой же класс как для тренеров То есть там где И последний там такой Знаешь как вот Ну обычный бизнес Такой типа Москва-Питер Там побольше Да Для всех остальных Обычный бизнес Для радиовидента Да Ты знаешь Обычный бизнес Летаем обычный бизнес Обычный бизнес Москва-Нью-Йорк он сказал Значит Просто когда я был в Ледневеке Я помню что когда там То есть Я приехал Мне встретили Заселили в отель И Мы европейцы Да Понимаем У нас все по струнке ходят Там Ужин в 9 Завтрак в 10 Все по струнке пришли Когда я приехал Мне говорят Так вот тебе там 150 долларов Тренировка в 6 Понял Да И все То есть там Ну У нас У нас есть в Европе Да там Что тренер может сказать Мы ходим на завтрак Ровно в 9 Собираемся Никто не заходит 9-30 утра Утренировку Все С кем ты ужинаешь Что ты ужинаешь Униформа То есть в какой одежде Ты знаешь что ты А дверь откроешь У тебя Сеточка Сбудется С вещами С одеждой Ну с формой Все ты ее берешь с собой Одеваешь и поехал Ну то есть там Сразу еще То есть это утренние тренировки Какие-то Или там Бросковые То У нас все моются В раздевалках Там никто не моется В раздевалке Все прям в форме приезжают Прям потом едут в форме Домой И уже моются В номере Так подожди Хорошо Первый аппарат свой ты приобрел В Нью-Йорке? Машину? Ну конечно А вот Да В Нью-Йорке Первая машина твоя Кого ты Получил Контракт Сколько-то прошло времени Первую машину Ты взял там В Нью-Йорке? Да Камара? Да До сих пор стоит у меня То есть ты зашел и сказал Хочу Нет Как Медальй Валерьев заходил Помнишь эту историю Когда он заходил Хочу Покупка машины Вообще была для меня Тоже в Америке Ну что-то новое Ну не так часто машины покупал Но я знаю Чтобы в России машину купить Документы Что-то Нотариус То и все Значит я говорю Агент У нас такой был Антон знает Муна Агент Вот И Я ему говорю Так Мне нужна машина Мне и супруги Грубо говоря Да Вообще без проблем Какую хочешь Я говорю Я хочу Вот такую Шевроле Камара Я присидел Ну Говорю Мне нормально Он Хорошо Звонит Какой цвет Хочешь полоски Механика Автомат Все что хочешь Я говорю Хочу такую Такую Нашли такую машину В Вашингтоне Вот Точно такую Как ты хочешь Тебе ее привезти Заказать эвакуатор Или так привезти Я говорю А мне там Документы Расписаться Деньги Ничего не надо Ну все сделаю Вот так Ну ладно Все мне привезли машину Дали документы А потом допустим Я У меня У супруги была машина У нее была Ку-5 Маленькая машинка Вот И у нас Как раз Мы поняли Что это маленькая машина Я ей тогда еще говорил Что она маленькая Мы решили ее поменять На более большую Это было в Денвире Значит Мы приезжаем В салон ауди На этой маленькой Ку-5 Маленькая машинка Ну для тебя Понятно что она маленькая Очень Вот Слушай мы приезжаем Значит И говорим Ну мы Потому что решили сами Заняться поиском машины Так Знаешь Ну все таки интересно Как тогда было А мы Россиянцы То есть Если этот Уже тут все на дизелях ездили А там дизельную машину Такую Днем с огнем не сыщешь То есть там дизельные Могут быть только траки Вот эти большие Пиката Вот И значит Мы заходим И он говорит О у нас есть дизельная Типа Как вам нравится Ку-7 Дизельная То есть там Не черная О классно Хотите езжайте на ней домой В смысле Не домой Ну у вас же типа машина Ваша Которая вы трейдин будете Ну да Ну все Перегружайте вещи И езжайте домой А заплатить деньги Какие документы Мы типа все сделаем Дайте там нам Телефон вашего там Агента Или кто его занимается Спрашивает И мы все сделаем Я Супруге говорю Ну что берем Так можно А он говорит Так что можно уже типа Вещи переложить И ехать домой Ну говорят Да Все раз Переложили вещи И уехали на новой машине домой Что там они там Документы Потом прислали по почте Там подписали где-то И они потом куда-то отправили Потом нам номера Так же все пришло по почте Хорошо Ну ты говорил уже Что В интервью Не так давно вышедшем Что Первый трейд Ну для тебя был так Немного Шок Да Вообще шок Ну представь ты У нас в Европе Вообще в целом Про обмены никто туда не Ну такого не было Обменов не было Никогда не было Бывало что там Кто-то кого-то отдал В аренду Кому-то Какие истории Трейдер Я когда подписывал контракт на 3 года Я думаю Во Сейчас 3 года В Нью-Йорке проживем Ну то есть Классно Я даже и подумать не мог Что у меня Ну вот Мог вот так вот Завтра оказаться Я У нас как раз Дедлайн был Мы сидим с упругой И кушаем крылышки Вот Знаменитый Баффало Вайлдинг Ну обожаю Если в Америке Пожалуйста Будьте добры Вот И Ну Какая-то эта история Вокруг ходила Трейдер Мне просто звонят И говорят Мы тебя поменяли Типа Мне позвонил Донни Ворш Это Генеральный был Он говорит Это не мой колл Типа Я был против этого Но Джим Долан Хозяин команды Типа Зашел в переговор И сказал Все Сделать Энтони меняли В Нью-Йорк Он мне звонит Значит у вас завтра самолет В Четыре дня Вы летите в Денвер И я такой Ну Супруги Мы летим в Денвер Чего Какой Денвер Куда мы летим Она чуть длиннее слезы Я тут Всю жизнь мечтала о Нью-Йорке Ну знаешь как молодая девчонка В Нью-Йорке Тут какой Денвер Тут деревня какая-то Что это Потом уже Когда пожили Уже поняли Что конечно Денвер Кайфовый На самом деле Город Но тогда Для нас конечно это шок был Но тогда я первый раз На частном самолете полетел Получается Масай Настоял же На обмене Масай со стороны Денвера Сказал что Типа вот Именно Масай это менеджер Да Мы Прямо его надо Включить сделку А Наш GM Не хотел А Хозяин команды Ну видно Как раз локалтный сезон Поджимал что Деньги Ну это Нью-Йорк Это самый большой рынок Представляешь там Думало приходит Ну да Просто водопад денег Он говорит Ничего не знаю Кто такой воздох Чего вы за него боретесь Типа Скидываю его туда Обменяли тебя Значит сейчас скажу Поехали в Денвер Я Вилсон Чендлер Данила Галинари Реймонд Фелтон И Энтони Рендель Да А в обратку Еще туда же приехал Коста Купас Из Куда-то Из Сакраменто Не помню Из Юты Не знаю Откуда-то К нам А В Нью-Йорк Поехал Чанси Мэла И Волосатик Такой Вот Как у тебя волосы Да Да И еще Кто-то куда-то уехал Но я уже не знаю Да Вот такой вот был трейд Ты приехал там По-моему был Бёрдман Крис Андерсон Был Ну там вообще меня пугали Как раз да Бёрдман Крис Андерсон Кеннин Мартин был еще Про него вообще там истории Знаешь Говорят Ну слушай Бриг это хорошая была Вот так по именам Слушай Мы нас обменяли Мы там из 20 матчей Восемнадцать На пол одну Мы из 20 матчей По-моему 18 выиграли Просто мы вообще там Всех несли А Нью-Йорк как раз Из 20 матчей А Бёрдман еще 2 или 3 выиграл Ну в смысле Без Без такого числа Татуировок Он уже был весь Единственное Что он потом наколол себя По-моему На шее И здесь Гимми Найтмер Так Да Слушай Ну уже был С этой Это тоже был скотинный Крутой чувак На самом деле Да Я говорю Что это был скотинный Это тоже приличный Этот вообще Да У него еще лапы Я не знаю Мою возьми Вот у него вот настолько Да Такая рука Когда играли с ними Ну на этих На Олимпиаде Тоже он Ну очень большой Я помню что Ну он такой Да Ленивый Мне кажется что Ты знаешь Он пока молодой был Не особо ленился Он видно потом Чуть-чуть у него стало Все вообще хорошо И он такой типа Сел на волну И типа все Да В Америке это важно Да Вот если ты попал в эту струйку Ну он еще бразилит Да Он такой кайфарик Наверное Да Ну он такой Он не бухает особо сильно Ну в этом плане нормально Он просто такой по жизни такой спокойный А вообще Это же правило Типа в МБА Если ты подписываешь второй контракт То чуть ли там не 90% Ты подпишешь третий контракт А вот так да То есть там Да Типа Сколько я помню 2.4 года Средние 3.4 3.4 было на момент Средняя продолжительность Человека Находящегося в МБА Это как раз Руки контракта 3 года А потом как бы Ну отваливается просто Народу вот столько Но если ты себе зарекомендовал Второй подписал Ну скорее всего Уже там Ну Процент большой Что ты и третий контракт подпишешь И останешься в лиге там лет на 8-10 Так Получается Ты пришел в Дендер Вы как закончили? Мы закончили Мы играли плей-офф Первый раунд С Аквакома Сити Когда там был Дюрант Хардн и Уэсбр Хардн и Уэсбр И у нас там шансов не было Ты выходил? Я вообще не помню эту серию Я выходил Немножко выходил Давал он, да? То есть играть? Да, но немного Слушай, ну он так в целом Там же Карл был, правильно? Джордж Карл был тренер или кто? В Уру И где-то в следующий год мы с Лос-Анджелесом играли плей-офф И я первый Не помню Не, скорее всего первый Значит первый скорее всего Да, потом мы играли в Лос-Анджелесе На Лос-Анджелесе Выиграл у нас СМИ игр Первый раунд и выпал Упал тоже опять же на Оклахому Я Оклахому их обыграл Это по второй уже год Унесу Я к тому, что Карл в принципе давал играть Ну Нет, не совсем Поначалу вообще не давал мне играть Я такой слился Ну за меня были боролись Этот трейд Этот весь разговор был Ну Один меня спихнуть хотел Другие меня взять хотели Ну И я говорю И чё? А А Потом проходит какое-то время Ещё этого Джавала Маги На следующий год На следующий год На следующий год приходит И он приходит Я хотел спросить, что в следующем году ты пришёл Да Я вообще и Куфкас и я и Джавал И Нене Причём Да Ну Нене уже Да, и Нене был А потом короче берёт И я вообще потом одно время не играл И он дальше подходил Мне вот так говорил Я не играл А на тренировках нормально прям Ну я уже был Ну то есть Видно какой-то момент прошёл Когда я чуть-чуть Переварил вот это НБА Чуть-чуть И уже такой был готов И он ко мне подходит Такой Джош Карл говорит Тенофей На тренировке там допустим После утра мне бы сказал Я вижу как ты работаешь Это прям меня очень радует Я очень понимаю, что тебе тяжело Давай Мы с тобой решим эту проблему Давай с тобой на неделе Посидим поужинаем Поедем Поговорим Я говорю Вообще тренер Отлично Проходит неделя Ну окей Я думаю как ты работаешь Одно это тоже Я уже думаю что И в итоге вот так Как раз дошло До Почти до дедлайна И тут просто В последний день До дедлайна Я узнаю что Оказывается Майами хочет Меня обменять И даже предлагали трейд А Денвер отказался А Майами как раз А Деброн играл И Уэйд И вот это да То есть ты мог Ты мог Да Слушай Ну как бы да И на Якту тоже Наверное Место Мэйда Мог быть Я не знал Слушай Я это узнал сам Надо причитать А ты понимаешь И тут на меня пресса сразу Там же любят эту историю Надо разогнать А чего А чего Я говорю Слушайте ребят Я хочу играть в баскетбол Я сижу Я понимаю что я лучшие годы своей жизни Я готов играть Пускай может быть не 40 минут Сколько угодно Мне в любую команду Говорю Отправьте меня Я просто хочу играть в баскетбол Они такие да 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 Ну и все И в итоге короче Они там по-моему вечером еще что ли Одно предложение Но в итоге короче Меня не меняют Меня не меняют На следующее утро У нас игра У нас бросковая тренировка Я вот сижу Что-то шнурки уже завязываю После или до Хоть Хотел поменяться И я говорю Тренер Ну честно говорю Я просто Что я хотел Говорю Ну потому что я хотел играть Я говорю То есть я Ну против команды нашей Мне нравится все Я просто хочу играть Вы видите все Я понимаю Ну мне нравится как это работает Поедем поужинаем Мы с тобой да Обязательно этот вопрос решим Мы поужинаем И что ты думаешь происходит Бёрдмана отчисляют И он идет в Майами Подписывает контракт И выигрывает гайку свою первую Понял Это сильно В этот же год И ты понимаешь как я кусал локти Ты понимаешь как я локти кусал Потому что Блин Ну то что ты Как бы по всему Было бы интересней Там В плане Ну Бёрдман В Майами Он внес эту вот изюминку Но он практически был без нападения Я к тому что Его Как бы он в защите Да мне кажется Он такой просто Что-то бегало Которое такое Давай отлично Вот смотри какой Наш чувак есть Он бегает Без головы Особенно Она конечно не как у Картера Ну такая Ну и не такая Не как у динозавра Не вот такая Маленькая Вот Просто он Ему было 36 Он частенько Приходил на тренировки Так сказать Не свежим Под газом Да И просто туда Мог мельницу Там Так Вообще Без проблем Делать Человеку Просто здоровья Было Вот он такой Вот он такой Потому что он такой Не потому что Он тысячу часов Зали Просто вот такой Я когда Ну мне очень сильно Он нравился И сейчас Когда подписал ЦСКА Я просто Я весь день Беру Вот это Я увижу А еще возможно Ну что на самом деле Я бы честно Хотел много рассказать Но есть вещи Которые нельзя рассказать Вот к сожалению Хорошо Хорошо Ладно Когда-то наступит 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 ли книжка Как у Джордж Карл Который написал И все там рассказал Да Ой не знаю Или ты думаешь Кеннис Фарид такой Посмотрит наш подкаст Не Ну Слушай Это прям В первую очередь Неуважение На самом деле Я думаю Что и Антон Может книжку написать С классными историями И я книжку с классными историями Про всех с кем Мы когда-то играли И это будет Ну это Ну хайп Это не то слово Евгений Боронов сказал Бузова 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 Покажется Знаешь Евгений Боронов сказал Что когда закончит Он придет на подкаст И все выводит Подожди Так что все должны бояться Подожди Хорошо Ладно Пробернули Ты хоть раз Ты хоть раз с ним присел Ну по 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 Русски Нет Не присел Не смог Позволить Было бы интересно Посмотреть Держит он удар Вообще Ну я думаю Он удержал Он там Знаешь Один раз У него Тачка была У него был пикап Додж Низкий Низкий С такими колесами Знаешь Как показывают Тюнинг Весь какой-то в зеленом пламени Закрашенный Он там На пневме Вот И после игры Выходим Он такой Пикап Подваливает Такую раз Переваливает За пикап Оба Достал Ящичек Смевал Прямо Понятно все Вот это хорошо Он же тогда не играл Как раз Ну я думаю Потом Потом Он попал Скорее всего Подуспокоился Туда чуть-чуть Ну не полностью Я думаю Такой человек А вот структура клуба И как Ну между Нью-Йорком И Денвером То есть В принципе Похожие Или есть Какая-то большая разница Или Вот как ты сказал Что 50-60 человек Летает Это как бы Стандартный пакет Ну это стандартный пакет Я думаю в Нью-Йорке Чуть побольше Скорее всего было Но в целом да Это стандартный пакет И Единственная разница Допустим между Нью-Йорком И Денвером Что Нью-Йорк Он пытался Знаешь Такую Ну Проблема кадров Еще существует Не именно Как проблема кадров Я имею ввиду Что в офисе А проблема кадров Вот Особенно в Нью-Йорке Она была актуальна У тебя игроки Приходят Уходят Приходят Уходят И там Проблема кадров И они Как будто Офис Хотел сделать Что-то Больше Чем просто Они для семьи Старались Хотели семейные Мероприятия Чтобы народ У них не получалось Такого Что просто Они Вот Вот Так Должно же время Какое-то пройти Чтобы Жены начали общаться Не бывает Такого Движения У меня Там И у них Это не получалось В Денвере Такое ощущение Как раз Такие Процесс Прошел И как раз Реально Были Жены Все Дружили Между собой Такое Было Потеснее Обстановочка Приходил по гостям Мы завалили гостя Общались Да У меня супруга До сих пор Переписывается Они же развелись потом Они там переписываются До сих пор Иногда Есть Ну Миннесота Сейчас снимает Такой сериал свой На ютубе У них прикольная традиция Что они К Рососу Вот этому владельцу Приходит каждый год В начале сезона И жена владельца Для всей команды Они такие Уже пожилые Готовят там Не помню индейку А лазанью И показывают Что каждый год Действительно вся команда Приходит к владельцу Домой Как бы Все так Уженые У нас Не приходили Ну нет Я имею в виду Что там Ну это я не знаю Байки или нет В Денвере Пепси центр был Большой И якобы Он там жил Где-то наверху Банки Ну не знаю Банки Вообще Он где угодно мог жить Потому что Сколько у него Колорадо Эбланджи Команда хоккейна Манчестер Юнайт Или какая там команда У него Из Челси Нет Челси Челси Наша Короче какой-то Еще Европейский клуб У него Потом Рэмс Тоже он купил Или не он Тут Кромки Это трое Джордж Кромки Нет Джордж Кромки Это сына Его звали Сын прикольный Классный Ну он как бы Менеджером команды Классный Классный В суботу Всегда Что сделаешь Получается После там Полноценного года В Денвере Вы Встретились В Лондоне Что Было в Лондоне Играли В Баскетбол Подожди Мозгенчик А у тебя По-моему Мы же стебались Первые игры Неудачные Были На Олимпиаде Пытаюсь вспомнить Почему неудачные Потому что Мы стебались Над наколенниками Что-то я не фартовые Наколенники Одевал У меня почему-то Это в голове Были красные И были белые Потому что я Голеностоп Я их Голеностопом бегал Нет У нас Конечно Брига Брига С Олимпиадой Она такая Реально сильная Сильная Во всем Причем Не только в баскетболе Изначально же история Что мы Мы же прошли Не напрямую На отбор На Олимпиаду Мы ездили в Каракас Венесуэл Через отбор мы попали Да Все самое интересное было там Когда Когда хвост Скал что это Третий по криминальности Город В мире Когда мы только приземлились А ты тогда в самолете кричал? Что что мы все врём? Ужасный ты человек Как было? Не ну Не на самом деле Вообще Если касательно Сборной То мне кажется Про сборную можно всегда говорить Много Долго И тепло Самое главное Расскажи эту историю А то мы так Какую? Ну тогда ты кричал Что Мы все разобьёмся Сказать У кого там была У Шабо Нет Это в Химках было Шабо же боится летать Шабо вообще Два боятся человека Шабо и Моргунов Которые боятся летать И Ну с Моргунов я тогда не кричал Потому что Мог Мог Летать тебе крикнуть Да 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 Шабо я стебал Дрожал Когда нас в турбулент Закидывали Мы всего умрём Мы разобьёмся Панкраш Зачем ты это делаешь Не Ну вообще На самом деле Про сборную Сказать отдельно Что В принципе Блад научился Всех нас использовать Он хорошо Ну он молодец Как трейнер Да и как мужик Он такой был Ну не было вообще Ни По моему Моментов Да Не подкопаешься Ни с какой стороны Он молодец Ты помнишь Когда он Говорит Ребята Значит Завтра Завтра Выходной С утра Можете Идти в клуб Но вернуться Нужно До 3-4 часов Он говорил На сборах Серёга Быков Только без танцев На столе Все такие А вы А понимаешь Когда мы Боско презентовали нас И он такой Ну и он такой Перед олимпиадой Состав представлял Такой Антон Это 12-й номер Саймон И он Забыл Как его зовут Забыл Крут Но Он Во первых Чувствовал Игру Чувствовал Атмосферу Чувствовал Ребят И вот Как-то Все это Вкупе сложилось, все знали свои места, все знали свои позиции. Знаешь, вот такая есть в моей голове теория для меня, то есть в команде есть там всегда люди, которые страдают. Есть там 3-4 человека, которые много играют, есть просто работяги, которые играют. А есть, кто смотрит. А есть, кто смотрит, кто тренируется, кто должен страдать. И вот, наверное, задача главная тренера вот этих вот страдальцев, чтобы они не портили, так сказать, корейки, чтобы вот этим нытьем постоянным, вот и на тренировках. Блин, я лучше него, вот он играет, а вот если бы я... Ну и вот эта вся история. Вот тренер должен определенную работу проводить с ними. И мне кажется, что вот у Блатта, даже те, кто не играл, и никогда я не услышал от них там плохого слова. Вот реально. Все равно все понимали, для чего и какие цели команда преследует. И принимали вот эти роли, даже страдальцев, они их принимали. И вот это, мне кажется, круто. Ну, это ключевое. Причем, я лично был два года страдальцем. Это был седьмой год. Это был седьмой год, когда мы выиграли. На самом деле, это так тяжело, наверное, со стороны увидеть, как это работает. Но кто в баскетболе в команде хоть год поиграл, в любой, он понимает, как это работает. Слушай, ну мы стебались, что мы в седьмом году, получается, мы играли в четвертьфинал, был... полуфинал был с Литвой, по-моему. С Серегой Быковым мы все время смеялись, что мы, типа, переломили ход игры. Понял? То есть, ну мы не играли. Я сыграл только финальную игру. Ну вот там полуфинал, четвертьфинал мы не играли. И когда, знаешь, там, мутят 11-12 игрок в защитной стойке, понял, сидит... Ну это вот такой эмоциональный, эмоциональный очень фон. И когда телевизор смотришь и не понимаешь, да, что там, кто-то кричит, еще что-то. Это сейчас иногда даже потеряно вот этого чувства. Но тогда у нас, действительно, что Олимпиада был 12, тогда те, кто меньше играли, всегда поддерживали. И помнишь Стебайев, что говорит, мы работаем на машину. Ну потому что за медаль тогда давали, получается, за первое место была, по-моему, восьмая, за вторая, седьмая, за третья, шестая. И мы страдаем ради машин. Но это было не так, потому что все были как единогликетив. И было, знаешь, что мог делать? Он мог... Иногда ты сидишь, и какая-то игра идет, ты мог не играть, там, три-четыре игры. И потом он говорит... Да, у него в любой момент он мог, ну как будто, рандомно выпустить человека, который очень давно играл, и как-то все... Я говорю, вот даже люди, которые должны были, знаешь, ныть, быть недовольны, они всегда поддерживали, они всегда были готовы выйти и там сыграть. Даже там три, вот там, четыре, поиграть, кто без разницы. Всегда вот были готовы. С радостью причем. Это большая редкость. Знаешь, бывает, такие выходят, и потом он с таким вот лицом, типа, он же меня выпустил. Есть вопрос у меня. Скажи мне, считаешь ли ты, что Блад поспособствовал твоему отъезду в Америку? Потому что в девятом, получается, году, в восьмой, в девятом, да, первый раз, девятый был год, он реально там не было больших же, да, в тот момент? Ты был, по-моему, единственным рядом. Я сейчас расскажу. Ну, наверное, поспособствовал, но там... Как получилось? Я просто помню, как сейчас. Я первый свой сезон в Химках, полусезона отыграл. Да. Когда уволили знаменитого тренера за интервью, я все рассказал про него, ты знаешь, что его... Я и всю историю знаю, и так же мне не нужен. Да, и я отыграл сезон, меня пригласили в сборную, и я был как третьим центровым. И, ну, на начало момент сборов я не нужен был Бладу 200 процентов. Это 200 процентов у него, значит, Саша Каунт должен был играть, ну, основную роль, и Димка Соколов тогда тоже был. Так. Вот. А потом, перед, за месяц до Польши, у Сани ломается спина, и он отъезжает на операцию. Со спиной. Я уже забыл, то есть... И мы приезжаем играть в Польшу, еду я и Димон Соколов. И он, ну, не то, что я там Димона обижаю, но Димон, ну, может, не готов был или что-то. Он не справился. И тут Блад меня поставил, и я такой, короче, ну, на волне залетел и хорошо отыграл. И я потом, вот, все. И потом уже, как бы, уже у Блада я так, ну, как бы, он меня ставил. А до этого я вот приезжал в сборную, я бы даже, наверное, не попал бы в сборную, если бы... Хотя на тренировках, то есть я не слабее смотрелся, ребята. Вот. Но... Вспомнил историю. Если что, мы ее... Если что, мы ее чеканем. Ладно, мы... Ну, дайте мне возможность рассказать. Я расскажу. Ты напишешь в мемуарах. Я напишу. И, пожалуйста, пускай книжку выпускай, когда ты будешь умирать, чтобы потом тебе никто не приехал и не убил тебя. Ты ее напиши, как бы, да, в завещании просто. Хорошо, я напишу. Я напишу. Начну именно с этого. Подожди. На одном сайте существует, скажем так, сомнение по поводу правдивости этой истории. Тимофей первый человек, который может опровергнуть или подтвердить эту историю. Правда, что Крис Пол сам сфотографировался с Антоном. Правда. Ха-ха. Ничего себе ты зашел издалека. Зачем? Ты не веришь мне, что ты... Нет, я-то верю, но вот на слэмданкинг конкретно у них эта тема, по-моему, лет девять живет. Да, это когда-то на репляте, да, по-моему, было? Да, 20-го. Да, он что-то очень зашел как-то, но Антон неплохо играл тогда. Ну, хорошо, хороший. Вот, поэтому... Там все думают, что ты сам с ней что-то играл. Да, я... Мне бы сам, я бы, вот, кто бы не рассказал эту историю, я не поверил, но я... Я же сам придумал такую... Да, я... Но я как сейчас помню, когда я шел первый, я же, я же всегда рассказываю, ну, наверное, такое в бумажном формате, вживую-то нету. Я шел первый, но, получается, было награждение, нас наградили, все, мы идем в раздевалку, я как раз-таки первый был к раздевалке, и мне пацаны сзади кричат, то ли Моня, то ли Витян Хряпа, мне кричат, типа, «Панкраш, с тобой там крис-пол хочется...» Ну, понимаешь, мою реакцию в коллективе, в коллективе, где ты не можешь на секунду расслабиться, ну, понял, да? Ну, да, да, да. Уже там наливают. Я говорю, да, 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 я открываю дверь, понимаешь, поворачиваю голову, он стоит, я открываю дверь, и вот, и тут сразу раз, все, забыли все слова на английском языке, и я не знал, что делать. А пацаны же рассказывают, Витян Хряпа рассказывал, что он подходит и говорит, где, получается, Кири играл под пятнадцатым... Белый, Леброн. Нет, подожди, ты играл под какими на Олимпиаде? Я под пятым, по-моему, потому что Кири под пятнадцатым. Да, Кири под пятнадцатым, я под четырнадцатым, и он подходит, говорит, где у вас четырнадцатый, ну, типа, к Витяну. Витян говорит, ты, наверное, думаешь, ну, ты, наверное, говорил пятнадцатый, ну, понимаешь, да, то есть, как бы, какой четырнадцатый, о чем разговор? Ну, не суть, я, видимо, он просто посмотрел, у меня был действительно на Олимпиаде очень, пару хороших игр. А кто фоткал? Я не знаю, кто фоткал, я уже не похож. Чуть ли не Витян и фоткал, наверное, Витян и фоткал. Так что, вот, Мозгенчик, тебе плюс балл, от Геннадия Санча Понютина, за, за этот, за, за подтверждение истории. Скажи мне, ну, нет, ну, про Олимпиаду можно рассказывать. Да, это, я думаю, что можно, опять вернуться. Мы ушли от этого, от Денвера. Джевал Мэгги. Да. Ну, какой его, ну, понятно, что у него. Тогда это было вообще. Вот что, ну, на самом деле, вот, вообще адекватнейший человек. Ну, тоже, вот, ну, это... И довольно-таки говорят, что, ну, пишут в интернетах, что он, ну, как бы, парень, там, он умный. Просто у него... Ну, как бы, умный или не умный, это все-таки, как бы, ну, нам решать, я не знаю, но он, как бы, адекватный в этом плане. То есть, у него там тоже, ну, в свое время были проблемы, так сказать, с гулянками, да, небольшие, вот. Но, в целом, он, как бы... Блин, слушай, ну, если бы не такое тело, как у него, я бы, наверное, под 500 очков заберу. Он реально... Я оттуда... Вы даже не представляете, какие вещи он мог делать на тренировках. Он, во-первых, как бы, он... Он же, по-моему, на момент, когда он пришел, у него, по-моему, самый большой... Ну, один из, там, допустим, да. Ну, он, слушай... Ну, они очень большие. Он еще прыгал. Так он и он, что он данг-контеста забил в два кольца одновременно. Ну, как бы, я могу на мяча тоже забить в кольцо в одно, для сих пор. Нет, там два кольца... Ну, я знаю, что он не видел, что ли. Не, ну, у него просто объем... Да, и вот из последнего, там, нашего небольшого разговора... Вот уже он, я, по-моему, был уже в Орландо, не игравший. А он, по-моему, вот как раз Лэкис писал или Боденстей куда-то. Вот такой у меня второй шанс открылся. Он же особо там... Он был и там, и там. Я так понял, что он тоже взялся за голову сильно. И вот он... Вот он все это было. Да, задержался в лиге надолго. Вот он все это было. Он пишет тоже, причем какие-то серьезные там биты его. Да, он написал бит на альбом Джастину Биберу. Наверное. Да. Серьезно. Да. И видеоблог стал делать. Нет, это я вижу. Это я видел. Он интересный. У него была проблема, знаешь, вот есть такие игроки, которые определенное количество минут играют, и потом, ну, когда они переваливают за какое-то количество минут, у них, ну, от усталости для чего-то начинают принимать какие-то неверные решения. Они тоже неверные. Они прям какие-то вообще странные. Ну, наверное, да, бензобак. Никогда не был тот взял толпанет трешку. Ну, там, помнишь там, или вот. Да, ну, вы ведете через весь там поле поведешь. И, конечно, потом на фоне этого, знаешь, типа Шакиланил, еще это все разгонял. Уже все разогнали по большому счету, но как бы не настолько ужасен, чтобы каждый раз, ну, да, да, да. А так он, ну, на тот период, когда ты с ним был, вот это был уже Шак Симфул, идем Шак Симфул, наверное, позже. Ну, уже было. А он как, ну, реагировал на... Ну, никак не реагировал. Как он еще реагировал. Там, по-моему, мама его защищала какое-то одно время. Ну, как типа вообще. Ну, что-то такое было, я помню. У него мама тоже был баттер. У него мама олимпийская чемпионка. Ну, классно. И они первые в истории... Да, мы тебя поздравляем. Ну, первые в истории, ну, отец, мать и сын, кто оба олимпийские золотые игры. Самое лучшее выступление. У вас же был удачный сезон, когда вы в плей-офф играли с Деммером. Неплохо. Да, но у нас один сезон был, вот мы играли в плей-оффе в первом раунде, мы в Оклахове проиграли. А второй раз мы играли в 7-7 игр с Лос-Анджелесом. Мы играли и в 7-ой игре проиграли. А в Лос-Анджелесе была банда там... Ну, обе были. Все были, Газоль, Байном, Бунын. Все были, Балин Байном, конечно, просто тоже. Причем, получается, подожди... А, Маштам большое, а Маштам большое. А Маштам большое, а Маштам большое. Подожди, получается, мы с тобой были на 7-ой игре Лекис Бостон. Но это финал. Да, мы были, мы, мы с Маштам, как раз тренировались в Далласе. Нам наш агент сделал... Я все деньги свои, а докторы были на билет, на самолет, на гостиницу и на билет за игру. Вот, по-моему, мы были в Далласе, мы прилетели... Чтобы попасть на эту игру. Да, мы... Блин, если бы я знал, что я потом окажусь в финале, ну, вообще в инбайе, я бы никогда в жизни не поехал. Но это было круто. Ну да, это было круто. Да, то есть мы реально прилетели из Далласа в Лос-Анджелес. Агент нам достал билеты, там, помнишь, играл этот... Бельгийц, как его забыл, я уже. Через которого Саина сверху поставил. Да, он нам сделал билеты, понял, мы там сидели где-то, где-то наверху, но это было неважно. И Байном играл за Лейкерс. Да. А я тогда смотрел, как Рашид Уоллес играл за Бостон. Он просто там убивал, убивал всех. Ну, не суть. Я к тому, что и тут бам, и ты уже против них, там, буквально, сколько получается. А вы седьмую игру играли в Деннере или там? В Лос-Анджелесе. Там, скорее всего. В Деннере, ну, хороший, да, по-моему, фанаты были на тот... Ну, Деннере хороший фанат, да. Очень хороший. Ну, скажи, Коби как в паридосе был? Да, конечно, в паридосе. Тут «Царство небесное». Хороший был. Ну, когда я уже в Лос-Анджелесе был, Коби типа приходил и приходил, но я его ни разу не приходил. Не отбил ему? Не отбил. Слушай, есть же видео смешное, я не знаю, оно кто-то делается. Оно в Твиттере было такое вирусное, ну, чуть-чуть. Короче, последний сезон, когда Коби играл, все команды, когда, ну, с ним отыграли, и потом все шли, как бы, ну, вот так выстраивались, короче, в ряд, знаешь, чтобы Коби отбить пятачок. И, короче, так получилось, что я шел за Леброном, по-моему. Ну, и Леброн там остановился, они там, ну, они, видно, там, старые друзья, не знаю. Там, как я с Мокрошом, там, ля-ля-ля-ля, куда-всюда, раз-раз. А я, знаете, стою, ну, я как бы тоже, знаешь, должен уважение к Кобе к Кудачке, а пятачке, короче, отбить. Ну, и кто-то все это, короче, ну, я просто ему раз, кудачка отбил, там, и все, я пошел. и кто-то наложил на все это короче звук и типа знаешь подходит и по кубе сообразно там у чего дела и я такой подходку и вот сапти по им рашинти побегаем баба вы типа посол дать не видели это видео бред это мы видели другое видео было такая была корр я также она появилась сразу же когда было снято когда ты тренировался с тренером ну и в конце сказал ой все я устал ну другими словами я не знаю не помню как она появилась уже на меня это видео там было там было же неплохо когда он подожди когда ты еще на по-русски начал отвечать так вот нет не было тоже такое ну да но когда мир мелочи нас вот тренировки забивался я не знаю как она появилась даже не знал что мне снимали ночь тренировался там он этот стив хэст тоже знаменитый дайвер вот этот наш был очень крутой дядька было кстати вот про него можно было он пошел он реально он у него сейчас целый битозон центр церкви билитационный центр как оксимирон выговаривает познание в этом сейчас у него центр революционный бенгры там где-то восстанавливает ребятами но он считается одним из там супер топов да очень очень крутой дядька на самом деле причем ты на него смотришь я на него подписан в инстаграм он у него такая энергия энергетика слушай ты знаешь в 6 часов утра ты там идешь каком-нибудь на тренировку не знаю куда угодно ты рано утром идешь когда ты еще не проснулся а он залетает подожди он может использовал как раз таки амина энерджа точно да они учатся давай были такие такие чубики называются в америке типа редбула да и понял то есть ты я один раз выпил один его или полтора штуки я короче стоял на игре и я короче штрафные бросал я просто боялся вот такая нет ощущения никакого просто вот вот так вот хотелось вот этот мячик ты его а он это я вот выпила еще как бы там стоить 15 килограмм тогда вот а он вот такой он просто одну вторую третью он уж прям вот так вот так вот сейчас не знаю уже в возрасте наверно сейчас трясется мнение он все время на этой энергией слушай но и получается ну ты я знаю что все время вообще работал ну после наших химницкого дяди лёши где мы в принципе скажу так вкусили запах кача серьезного да но с ним он ты много работал с я много работал но причем такой любил меч потому что вот тогда когда я пришел в нба вот только как раз таки начиналась вот это вот скажем новая школа тренажерки где начинаются больше вот этих резиночек какие-то баланс педы вот это вот это все она только вот входила и становилась модным а я такой типом не мне надо типа поприседать не там она там стану и поделать то есть вот так такой да это мой русский парень когда он всегда такой в америке ну то есть многие все говорят что вот эти мышцы у них ненатуральным скажем около ну в игроков в нба там блин слушай но во первых свечку никто не держал это раз а во вторых могут я просто вижу ребята которые давно есть такие организмы которым ничего не надо они вот такие они просто не у них просто как бы да и за счет и еще ну наверное кто-то где-то чем-то балуется но я лично ничего такого не замечал там а хорошо если взять все эти данные тренировки понятно что много перелетов ну там в неделю сколько процентов занятий на площадке и сколько процентов качалку слушай но это все зависит опять от расписания если там допустим три дня между играми или четыре перерыва бывает такое то конечно там выходной какая-то качалка качалка там тренировка если это четыре игры за пять дней такое вот бывало у нас то какая качалка так зашел знаешь резиночки бам-бам ну просто чтобы хоть в каком-то тонусе быть потому что ну за пять дней четыре игры еще все там до 4 на выезде это очень тяжело а при сезон китам сильно по интенсивности отличается на нет там сильно народ там особо не нет вообще не напрягается в горы не уезжать бегать но вообще команды не уезжают бегать но у нас когда я был данным и вот этот в рак стадии вот это вот на улице который по нему мы бегали наверх и вниз это это конечно бля это через ножки что ли через ножки был хорошо заходил да то есть надо было вверх там начало какие-то много-много упражнения потом там получается такие как бы большие там если загуглите там получатки большие ступеньки большие то есть они как бы можно сидеть знаешь как ступеньки сбоку где проход там как бы еще клумбы такие большие где-то вот по пояс мне и вот нам надо было еще там все мы закончили на было наверх подняться забираюсь найти клумбы по этим клумбам и он этот с он с нами делал только мне клумба на по пояс было ему клумба на вот так я просто смотрю уже подходит он уже сам там но и все равно делает вот так с анджелесом мы вот допустим санта барбери сидели неделю на двору дайте вставочка хорошая будет а девочка так ладно давай самое главное самое главное клевленд чтобы переход ну был клиенте был уже 2 до 2 и он тебя по моему меня просто на пакет пиков до что-то 2 2 и его пика первого раунда типа очень круто считаю два пика первом раунде много очень трудно вообще такой вот типа чего как я очень круто в лесу на самом деле я первых тот год дендер играл много и хорошо играл и когда пришел я неплохо блются я сразу начал играть хорошо ну то есть все что мне одну мне надо было там защищаться и собственно ловить по сути твоя роль просто было до обещаться и там вот эти свои броски открытый забивать по правилам нба там жену вы могли грубо говоря созваниваться до трейды или ну с блатом я не знал вообще ничего ну то есть я опять ничего не знаю я дать вам помню правил я с утра просыпаю значит прилетает ненавижу это слово теща к нам к гостику летела но я не знаю почему-то не само слово не нравится но оно такое неприятное скажем зря это мама моей супруги просто мама хорошо вот с родителями они на ночь я не разговариваю с этим порожек я не могу не нравится вот и они и вот и мы уже в Денвере а мы как раз только в Денвере вот у меня супруга как раз только все пережила это вот переезд из Нью-Йорка знаешь как и у нас хорошие друзья в Денвере русские ребята нам Денвер мы уже узнали с новой стороны нам все понравилось и у нас вечером игра я с утра просыпаюсь ну собираюсь ехать на бросковую тренировку мне звонит этот генеральный Тим Коннелли алё привет ну не приезжай я говорю чего ну мы тебя сейчас обменяем уже сделка 99 процентов состоится еще нет но сто процентов состоится ложись спать дальше да отдыхай я говорю ну типа ну может быть я хоть приеду типа там заказка ребята ну нет типа не надо лучше не приезжай давайте походишь вечером перед игрой с тобой встречусь но посиди поговорим то есть он такой но он нормальный мужик все звонит через полчаса все мы тебя обменяли вот я в этот же день вечером поехал встретился с ним посидели мы там вот а на следующий день полетел сразу двухнедельный турне у нас как раз там выезд был Golden State Lakers Phoenix Sacramento и еще что-то 5 или 6 игр просто две недели сразу в гостинице на выезд и оттуда получается опять в гостиницу в Кливленд прилетел в гостиницу не не в этот не домой потому что даже дома не было а в гостиницу еще там недели три в гостинице хорошо ну ты сколько пробыл там три года и тебе ты все-таки до тебя даже не заехал просто там клуб попрощаться так понял что есть какая-то может быть правило о том что я не имел права может быть ехать но у меня да попросил меня не ехать туда на игру а я хотел заехать на игру ну знаешь зайти в раздевалку там сказать там ребятам привет пока но нет так не работает а при всех скажем так а когда были все обмены да в твоей жизни это ну во всех клубах то есть просили как бы не приезжать или были нет слушай но ты просто видишь еще день игры появился может быть просто он не хотел еще ну и там каким-то напоминанием ходил что каждый там команде в целом может завтра улететь на другое место чтобы не отвлекать народе человек был до 3 года да поэтому может быть из-за этого вообще как бы ну когда меня обменяли там допустим из лос-анджелеса я спокойно поехал совсем ну капитал это было это в межсезонье было там и заработать в клубе буса все это здорово слова а а когда ты тебе сказали обменяли у тебя наверно да вот упала но потом сказали в кливленд и как-то приободрился от того что суши моего значит у меня как у спортсмена то есть до определенного этапа моей карьеры мне вообще было наплевать держит там череповце или нью-йорке мне там важно было получать там самый лучший баскетбол который я мог получить ну и собственно играть вот поэтому на тот момент ну наверно еще не наступил тот момент когда мне уже не хочется путешествовать делать как сейчас да я в руне и меня все устраивает я вообще доволен на тот момент я готов был ехать на край света лишь бы получить там какой-то новый опыт баскетбольный новую команду и тут у меня команда с Леброном меняется конечно я с удовольствием конечно я с строилась такая типа были кливленд она в загубливах что есть кливленд что такое фактор того что там была ну как бы слушай но как я уже говорил конечно скорее всего то что мы сборной до этого проработали там ни один год ни два ни три но он понимал он знал во-первых как мне использовать что со мной делать и что от меня ожидать это же для тренера самое важное особенно в этом в америке когда тебе приезжает игрок ты должен понимать что от него можно ожидать что он может выпилить потому что ну там доставать есть такие людишки они конечно исполняют потом тренер только за голову берется вот ну и плюс наверно все таки мне двойне импонирует что за сезон до этого меня хотели маяния тоже кливленд вот поэтому совпадение не думаю скажи мне хорошо ты значит тебя трейдонули ты приехал система блата у нас сборной и система блата там они были похожи или были кардинаги ищет параллели где он и Леброн будет слушай ну на самом деле стиль работы блата конечно похоже был в целом то есть он там в один момент он понимал что у нас проблема там всех боулинг вытащил еще что-то знаешь сделать такое ну какой-то тимбилдинг какой-то знаешь какой-то вот чтобы знаешь как было дело это у него когда какая-то вот напряжение в команде или вообще-то проигрывают или то или все он как-то вот это вот разгружает и нет у него получается это не наигранное знаешь как бывает иногда типа вот давайте все соберемся вот у нас будет команды и скажем все другому правду да ну это как наиграно знаешь ну и конечно никто не друг другу правду не скажет это все наиграно у него получалось то так натурально если действительно как-то вот какой-то психологический барьер проходили вот у нас такое же было мы там проигрывали там раз сходили боулинг туда-сюда бам поехали всех выигрывать но он тебе вот в этом турне он тебя сразу интегрировал или ты сразу у меня с первой игры я прилетел в сан-франциско и прошел медобследование а прилетел сан-франциско сразу пошел на медобследование прошел его и на игру приехал у нас или в этот же день да и он не такой готов играть готов и он не прям с первым получается что он знал для чего ты ему нужен я к тому же может туда то есть он знал на два первых пика поменять то ну это не то понимаю за на мой игрока два первых все равно это же нетипичной ситуации с чеку нужно время на адаптацию и временно вливают как бы раз об раз и сразу тебя блин вообще в америке много по-другому работает вот допустим смотри вот ну там ситуации но с которой я удивлялся вот допустим европе человек получает травм даже это самый крутой лидер команд для него должно пройти какое-то время что вот после травмы ты сначала восстанавливаешься потом бросаешь потом начинаешь бегать потом в команды участие ну и как правило ты заходишь в игры через скамейку запасных то есть по чуть-чуть там не так вот ты решил побросал начал с командой бегать все ты в старте вот только ты начал с командой бегать все ты в старте ничего не волнует что там кто-то там для тебя там работал и пока лучше тебя выглядит вот и все ты старте то есть там как-то сразу сбрасывал вот так войну там нет раскачки слушаем у нас по времени получается по районе дома трех вопросов поэтому наверно один из быстрых вопросов я предлагаю про климин завершить и дальше просто чтобы ты рассказал про травму вот скажем не хватит быстро расскажешь значит ну не хватит значит не хватит у нас с каждым можно по второй серии будет значит скажи мне вот как все это произошло в климинде что вот об и покатили где-то было . переломная или просто это вот опыт снова не но вообще мы укатили весь сезон ты между финале да да слушай блин первый финал мы проиграли ну вот честно мы выиграли 200 процентов если бы у нас кириллаб карри не получили драм но сашки два человека один двадцать второй двадцать пять каждую игру забиваете 45 очков где-то надо взять где-то их возьмешь тебя люди там половина не бросает вообще как бы бросает но блин то какой-то шаг надо сделать чтобы набрать эти очки то есть да ну это вот так вот мы играли слушай но все мои баскетбольные эксперты мне говорили вам нечего ловить финал вот вам нечего ловить в смысле ничего у нас мы победим мы их просто говорю в игры нет 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 и вот мы проигрываем 3-1 и не светло все типа мы выиграем вот я просто есть свидетели я говорю мы выиграем ну ну я не знаю я уже много раз об этом говорил может быть банально но в раздевалке вот такой знаешь стоял аура того что мы чемпионы единственное что надо сделать чтобы быть чемпионами надо просто как-то вот потерпеть и забрать понял то есть вот какая-то такая ты чувствовал что вы лучше 200 процентов хоть и все говорили что там голден стейд двигает мяч у них там карри они это это не было типа только леброн играет только леброн играет он типа вот это все я думаю так а в чем проблема у тебя длины брон у тебя всегда мисс матч он всегда против маленького в посту против большого я всегда вынут и это же ну что ты так леброном играешь это ну наверно все-таки наоборот показали того что ты понимаешь баскетболь но потому что ты человек всегда мисс матч конечно через кого игра через сюда через мисс матч играют ну конечно ну как бы сильный да ну да вот Поэтому через него и играют, а он еще такой, знаешь, поэтому, не знаю, в команде у нас не было никакого. То есть не было, как обычно, 3-1, говорим в серии, все, пошли сдаваться. Все знали, что надо хорошо-хорошо поработать, надо потерпеть, надо сделать вещи, которые тренер говорит. Ну видно было, ну просто видно, где мы могли забрать эти игры, вот и забрали. Мой вопрос не останется не озвученным. Когда вот эта история, ну ты рассказывал про празднование, про все, но был ли тот момент, когда вот этот... Все же побросал, все. Когда человек снял футболку и потом решил, что он неделю будет ходить без футболки. А, слушай, ну блин... И он реально всю неделю сюда ходил просто без футболки человек? Ну я часто не могу сказать, что он... Ну я не помню, потому что, чтобы он неделю ходил или не ходил без футболки, потому что... Там в самолете он летел по стране. Блин, ну да, он конечно ворвался знатно. Да вообще мы все ворвались знатно, напились, наелись. Подожди, но вот это вот празднование, вот это вот, это было... А, блин, ты знаешь, это было, это как бы такое... И это было и очень круто, и очень плохо одновременно. Плохо. Ну, во-первых, круто, потому что это парад, и пришло там, сколько там, несколько миллионов человек, что для Кливнина там где-то всего там живет полтора миллиона. Там, по-моему, два или три миллиона пришло на парад, то есть там приехали со всего штата. И там, понимаешь, там мамочки вот с такими лямиками. Это я слышал. Это просто, и они там стоят и все там что-то трепещут. А город без опыта проведения парадов, это не... В Лос-Анджелесе даже там народу, наверное, столько нету на парадах, потому что уже там постоянно... Ну, как-то знаешь, ну... А там 50 лет все приехали, и они вместо того, чтобы такие всех на автобусы двухэтажные какие-то, это платформу посадить, чтобы мы там ехали, там махали на параде. Всех решили посадить в какие-то кабриолеты, и знаешь... Летом. Да, и мы летом в кабриолете, у нас Porsche был. То есть, знаешь, кто там на какой-то Ford Mustang, там еще там сзади как-то нормально слетел. А у нас Porsche там сзади этот двигатель херачит, а еще жара была 35 градусов. Ну, жары было, реально жарко было. Ты матерился там? Да я не матерился, я пытался там как-то там всем пятачки давать, потому что... И они не организовали, короче, проезжую часть. Мы там должны были там... Мы, во-первых, начали позже, часа на полтора, чем должны были проехать. И ехали не полчаса типа, а два с половиной. Первое чемпионство, видишь, без опыта. Да, и... То есть, у нас у каждой машины было там несколько полицейских. Они шли там, всех вот так вот отгоняли, потому что не смогли народ выдержать. В начале парада еще там народ стоял за этими, за железными. А потом все, народ просто уже вот так вот... Ты на машине, то есть, мы ехали вот так машина к машине, да? Уже между машинами уже все народ уже везде появлялся. Там, знаешь, понятно, что возле Леброна там просто там... Войско полицейских было, ну, потому что там обздавили. Ну, и вокруг нас тоже там эти полицейские, всех отгоняли. И все хотят, знаешь, к ним проезжаешь, все хотят селфи сделать, то, то и начинают уже... Это тяжело, да. Мы простояли типа три часа, а вы типа стами не фотографируетесь. Такой думаешь, блин, ну и ты в афере... Даже если бы ты хотел, ты с тремя миллионами не отфотографируешься. Ну, это все-таки парад должен только ехать, а не стоять. А мы, блин, стояли просто два с половиной часа на жаре. Хорошо. С этого, ну, короче, с организацией было бы... Последний вопросик про НБА. Гайку ты получил, получается, на следующий год уже... Да. Тебе вручили. Да, да. И вот это, когда получил отдел... Да, слушай, это, на самом деле, была одна из худших игр моя вообще в карьере. Потому что я... Ну, во-первых, я ехал обратно в клининг. И вот эта вся история, я уже знал, что я гайку получу. Я, видно, себя тоже, знаешь, так и накручил, и все. И потом, когда на площадке мне это все вручали, там еще все там вывезли. Ну, я, короче, такой прям... Поплыл? Да, поплыл. Вот. И, видно, хотел все там всем... Все сразу все хотел сделать и в итоге не сделал ничего. Наверное, на этой ноте мы и остановимся. Да. Мне кажется, надо сказать, что... Насколько? Как раз четыре минуты, что... Ну, мы с Тимом как раз таки... Было наше магическое путешествие на поезде в Лиге ВТБ, когда мы выступали в прошлый год за Хинки, вот, где у Тима были ноги в проходе. Это вторая часть. Да. И он поведал мне ситуацию с травмой, что вообще череда глупых событий, которые произошли в жизни. Ну, я к тому, что... Ну, даже не глупых событий, а каких-то решений, которые ты принимаешь, опираясь на опыт других людей, он не всегда бывает правильный. И даже когда они вроде как бы маги и гуру своего дела. Да. Ну, к тому, что я к чему это все веду? К тому, что я, в принципе, примерно представляю, что было и через что Тим прошел. И читая множество комментариев про Тимофея, про то, что он там расслабился, там, еще что-то там, получил большой контракт. Я к чему это все веду? К тому, что последний год я был в Химках и присутствовал при возвращении Тимофея на площадку. И я видел, какой объем работы был проделан. То есть, ну, многие же сидят и видят через призму телевизора или, там, через призму, там, каких-то своих причин. А я видел, как человек работал и готовил себя. И видел, что этот путь был непростой. И спустя сколько, тысяча, сорок... Тысяча, нет, тысяча с чем-то. Тысяча с чем-то дней. Тысяча, я не помню. Ну, больше тысячи дней было с момента последней травмы. То есть, мы... Основные игры, да. Да, мы вот эти вот все события уберем. Расскажем о том, что я видел объем работы, который выполнялся и видел это возвращение. И самое главное, вы этого не видели, а я видел эмоциональный всплеск от Тимофея после его первой игры. Это было против Енисея дома. Да. Мы выиграли. Но это не важно. Скажи мне твои впечатления. То есть, я видел эти эмоции. Я видел, что для тебя это было важно. Ну, конечно, важно. Скажем так, как спортсмен ты состоялся. Что мотивировало тебя, чтобы проделать этот гигантский объем работы и вернуться? Слушай, я не знаю. Я всегда еще говорил, еще лет, когда мне было 20, что я, наверное, буду хотеть играть в баскетбол до той поры, пока я просто не встану с кровати и упаду от усталости, от старости, от боли в колене. Не знаю, чему угодно, что-то до 40, до 45 лет. Но, наверное, пока это так и остается. Конечно, мне не повезло с этими травмами, наверное, где-то. Но, с другой стороны, не повезло, что мои травмы, они мне не в 20 лет пришли, а уже в 30-летнем возрасте. Я, наверное, все-таки основную свою часть карьеры до этого отыграл. Не знаю, мотивировал, любовь к баскетболу, наверное. Но и хотелось, наверное, доказать, что такой вызов был самому себе, потому что надо было победить эту ситуацию, столько времени с этим бороться. На самом деле, было очень сложно, потому что столько времени проходит, и ты думаешь, для кого? Для чего ты это делаешь? А если это не получится? И сколько ты еще будешь делать? А еще сколько? Ну да, неизвестно же. Осталось 200 дней до возвращения. Да, ты когда этим занимаешься, ты не знаешь, что через столько времени. Если бы, допустим, когда все такое начало происходить, я бы знал, что только через тысячу дней я выйду на площадку первый раз, я, может быть, бы ей сказал, нахер мне оно надо? А пока ты в этом варишься, пока ты себя заставляешь, пока ты не знаешь, как будет, вот, наверное, просто так. Ну, в общем, а к чему это все? К тому, что Тимофей продолжает играть в баскетбол. Да. Поэтому будет обязательно и вторая часть подкаста с Тимофеем. Да, мне хотелось бы сказать отдельное спасибо прекрасному месту Match Point за крутую локацию, потому что они нас выручают, дают нам возможность делать крутые подкасты. Не забываем, что баночка, Тимофей, конечно, не отведал, а я перед дорогой обязательно Amina Energy сегодня попробую на дорожку. Тим, тебе огромное спасибо. По промокоду, да, еще можно? Да, по промокоду, да, все правильно, Тим, спасибо. По промокоду 10% скидочка одна. А какой промокод? Панкра-шоу. Ага. Ну, именно так, вот, не Панкра-шоу, если ты просто Панкра-шоу напишешь, не годится, Панкра-шоу. Ну, надо еще, чтобы Тимофей произнес именно, чтобы мы записали его голос. Да, Панкра-шоу. Да, на самом деле у нас для вас есть крутой приз, вот она виртуальная футболочка. Вот она висит. Да, вот она, она почти, она почти здесь. Мы разыграем, опять же, рандомным образом форму Тимофея, в котором выступает сейчас за баскетбольный клуб Руна, с автографом. Не реплика, не реплика. Оригинал. А именно. А именно оригинал. Да, мы выберем случайным образом, вы пишите в комментариях. Я думаю, что для меня личная история Тима очень крутая. Я, в первую очередь, и точнее, самая главная моя мысль, что я желаю тебе здоровья. Чтобы коленки тебя не подводили. Чтобы мотивация была. Спасибо тебе огромное, брат, за то, что ты приехал. Спасибо, да. Тима было прикольно, круто. И ждем еще раз. Без кучи историй. Без кучи историй. А их много. В общем, с вами были Антон, Тим и Тим, который за кадром. Это подкаст номер три. И спасибо, что были с нами.